Классный Днепр при клёвой погоде, Когда, кочевряжась и выпендриваясь, Пилит сквозь леса и горы клёвые волны свои. Вылупишь зенки, откроешь варежку из катушек. Редкая птица дочешет до середины, А если дочешет, так гикнется, что копыта отбросит. Классный Днепр при клёвой погоде, Когда, кочевряжась и выпендриваясь, Пилит сквозь леса и горы клёвые волны свои. Вылупишь зенки, откроешь варежку из катушек. Редкая птица дочешет до середины, А если дочешет, так гикнется, что копыта отбросит. Представьте себе, что вы все старшеклассники, И я вас приглашаю на урок русского языка и литературы. Готовы к уроку? Ну что, здравствуйте, 10-й А. 10-й А. Теперь аплодисментами учителя встречаем, да? Вставать не будем, 10-й А, нет? 10-й А. Никто не встанет, да? Ну тогда поаплодируйте учителю, раз вы встанете. Я уже смирился, смирился, 10-й А. Дорогой мой любимый 10-й А, Сегодня у нас с вами за окном что? Зима. Да, или фиговое лето. Зима. Сегодня у нас с вами 10-й А, чудный день, чудное утро. А вчера у меня было что? А? Нет, не день рождения. 10-й А. Вчера у меня была кошмарная ночь. Я читал ваши сочинения на свободную тему. И горько рыдал в перерывах между инфарктами. А что вы так радуетесь, 10-й А? Я до каждого из вас здесь доберусь. Вот они, ваши сочинения. Начнем с чего сочинения? Начнем с 10-й А. Твое сочинение лучше не читать. Начнем с твоего сочинения, Бузыкин. Тема твоего сочинения — герои нашего времени. Так ведь, Бузыкин? Если я тебя правильно понял, то это вольный пересказ твоими, Бузыкин, неповторимыми выражениями сериала «Бригада». Бузыкин, я рискну все-таки повторить наиболее яркие твои выражения. Цитирую 10-й А. Он ему вторец. Бац! Кто тут ух? Вот, молодец, Бузыкин. Я бы считал, эта мысль у тебя в сочинении встречается 56 раз. Теперь дальше. Он такой раз заходит, а там двое с пушками, на-на-на, всю ботву ему на черепе попалили. Ну, гениально. Гениально ведь, 10-й А. Похлопайте Бузыкину-то, а? Бузыкин, кстати, ты как автор не возражаешь, если я продолжу цитировать твой бестселлер? Бузыкин, вот мое любимое место. Эти того за сопли взяли и в четыре дубки крест натрест отпегачили. Оскар, Оскар плачет по твоему сочинению, Бузыкин. Овация 10-го А в твою честь. Митрохина! Митрохина, голубочка, а ты чего там так радуешься? Аккуратнее улыбайся, а то уши в помаде будут. И сядь, пожалуйста, Митрохина на место. Да, Митрохина, на свое место сядь, а не на колени к Бузыкину. Митрохина! Ну что ты, Митрохина! Если ты, голубочка, меня хочешь чем-нибудь удивить, научись писать слово еще хотя бы с двумя ошибками, а не с пятью Митрохина. Вот так вот, вот, голубочка. Ну, что я могу сказать по поводу сочинения Митрохиной? Тема сочинения Митрохиной «Как бы я провела лето?» Тема незамысловатая, так ведь? Зато содержание оригинальное. Митрохина взяла журнал «Туризм для вас» и переписала туры и цены в долларах. Митрохина, в принципе, мне понравилось. Есть только отдельные маленькие замечания. В частности, море, море Митрохина есть какое? Э-гей-с-ко-е. Правильно, да? Э-гей-гейского моря нету. Да, Митрохина. Ты вообще после десятого класса куда собираешься поступать, а? Куда? Замуж за спонсора. Я за митрохину спокоен. Спонсору сочувствую. Ну, ладно. Хотелось бы знать, где мой любимый ученик Андреев. Андреев! Слушайте, снимите с него наушники и откройте ему веки. Андреев! Заметил, заметил меня Андреев. Андреев, это я, твой злой гений. Андреев, я хочу тебе сказать, твое сочинение просто песня. Поставил тебе пять с плюсом, Андреев. Даже десятый А. Несмотря на то, что тему для своего сочинения Андреев зачем-то сдул у Митрохиной. Но, но, хочу быть справедливым. Само сочинение Андреев ты написал сам. Вот, десятый А. Все уместилось всего на одной страничке. Я скажу вам больше. Всего одна фраза. Но какая? Еще скажу больше. Всего два слова. Андреев, ты не возражаешь, если я прочитаю твое сочинение целиком. Андреев, в этих двух коротких, но емких словах есть буквально все. И ласкающая берег волна, и мелкий желтый песок, шум чая где-то вдалеке, милые дельфины резвятся в безбрежном море. Андреев, это просто гениально. Итак, десятый А. Тема сочинения Андреева. «Как бы я провел лето?» Ответ Андреева. «Каком кверху!» Андрей, с сегодняшнего дня у меня два любимых писателя. Ты и Чехов. «Овации десятого А. Андрееву!» Раскланивайся, раскланивайся, литературный гений. Я не понимаю, что такое, почему же зашумел десятый А. Что случилось? Звонок был? Ну что делать? Звонок. Жаль, 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 жаль. Ничего я уже не успею сказать о сочинении Патрикеева. Очень жаль. Жаль, Патрикеев, что поставил тебе оценку. Надо было ставить диагноз. Да, да, Патрикеев. Я посчитал, у тебя в сочинении использовано 126 слов. Из них нематерных только три. Козел, Баклан и Спартак. Ставлю тебе кол Патрикеев за русский язык и пять с плюсом за любовь к спорту. Все свободны. Все. Кроме меня, кроме меня десятый А. Да, я у вас здесь один. Пожизненно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ